Раиса Михалёва уже не в первый раз обращается в нашу телекомпанию с просьбой ей помочь. В построенном доме не то что невозможно жить, в нём опасно находиться. Гниющие венцы, шатающиеся стены, привисающие балки и потолок – это далеко не полный перечень угроз этого жилища. Дело в том, что дом был построен некачественно. Мы обращались уже и в прокуратуру, и в суды, и везде. В общем, эта фирма, которая нам строилась сейчас, они обанкротились. И, как понимаете, восстанавливать никто ничего не собирается. Обманутая и растерянная семья не знает, что им делать. В полиции дело не возбудили за отсутствием состава преступления. Соцработники могут только предоставить бесплатного юриста. Не помог даже суд. В этом доме до сих пор пахнет свежим деревом, но держится он буквально вот на этом маленьком брусе. Если его убрать, упадёт эта стена и весь дом повесит на вот этой несущей балке. Если рухнет она, то вся конструкция развалится, как карточный домик. Сейчас семья из семи человек проживает в доме, который построен в довоенное время. Есть вероятность того, что и он может рухнуть, не выдержав давления и времени. Просто хотелось бы призвать людей о помощи, чтобы помогли в сбору средств, чтобы мы могли достроить этот дом. Просто это всё делалось за счёт средств материстского капитала для детей. На ремонт дома требуется ни много ни мало – 233 тысячи рублей, из которых больше половины пойдёт на пиломатериал, ещё часть отдадут новой строительной бригаде за работу. Главное – успеть отремонтировать жильё до наступления холодов. Реквизиты для перечисления средств в помощь семье Михалёвых вы видите сейчас на своих экранах. Сергей Шаров, Булат Бадмаев. Новости дня. Субтитры подогнал «Симон»